Троицы Сергиева Лавра, тесные улочки Сергиева Посада, северные пейзажи, натюрморты и предметы крестьянского быта – все это на полотнах Виктора Багрова. Выставка, приуроченная к 70-летию художника, открылась в фойе Культурно-просветительского центра Дубрава. Сегодня я как-то по-особому почувствовал радость от того, что я имею возможность соприкоснуться с творчеством этого человека. Потому что работы настолько жизнерадостные, настолько в них много вложено любви к родным краям, с какой любовью относится Виктор Юрьевич к тем предметам, которые напоминают нам нашу историю. Вот насколько они красивы, он подчеркивает это. Почетный гражданин Сергея Посадского района, заслуженный художник России Леонид Петрович Демин рассказывает, что помнят юбиляры еще мальчишка из Переславля-Залесского. Они давно дружат, вместе работают, и Леонид Петрович не устает восторгаться работами коллеги. Он жил рядом с домом творчества Кордовского. И там художники еще время на улице писали. И он, мальчишка, так сказать, стоял сзади, смотрел, и еще, не начиная еще рисовать, уже почувствовал красоту цвета, понимаете. Он наблюдал все это. И в него это, как говорят, легко, естественно, видать вошло. На открытие выставки в Дубраве пришли многие друзья и коллеги Виктора Юрьевича. Глядя на его работы, они очень основательные. И в них есть такая некая интонация, напряженность такая вот. И очень, особенно на термортех, вот, ну, ощущение такое передается. Материального предмета, так, основательности, такой вот, скупости, такой вот, скрупулезности. Такую подачу материала, который, в общем-то, не у каждого это есть. Когда я увидел его картины, они меня потрясли тем, что они могут быть фактически наглядным пособием к урокам краеведения. Потому что с этих полотен смотрит на нас сама история Сергеева Посада. Города, который сейчас постепенно исчезает на наших глазах. И его картины, картины Виктора Багрова, это всегда призыв о том, что не только красота может спасти мир, но и мы обязаны спасти красоту. Кроме того, что Виктор Багров замечательно рисует, он, как и полагается большому художнику, старается сохранить историю русской культуры. В своем музее крестьянского быта «Жили-были» Виктор Багров собирает старинные вещи древнерусской культуры. Сначала коллекционировал предметы крестьянского обихода для того, чтобы запечатлеть их на картинах. Потом увлечение переросло в дело жизни – сохранить историю для потомков. Коллекцию музея составляют старинные ключи, замки, различные инструменты, весы, медная и керамическая посуда, корзины, бутылки, штофы, детские игрушки из различных материалов, старинные музыкальные инструменты и многое другое. Внук Виктора Юрьевича Никита готовится продолжить дело дедушки. Мальчик прекрасно ориентируется среди сотен старинных экспонатов, знает, что, зачем и для чего. Он экскурсии сам проводит уже, потом друзьям там таскает. Ты можешь сам для своих друзей? Ну да. Ну они приходят и как ты рассказываешь? Ну например, вот это то-то, то-то, например, утюг какого года или откуда. И все вот эти старинные приспособления для чего? Почти. У самого Виктора Юрьевича грандиозные планы на юбилейный год. У меня запланировано, значит, в этом году штук 5-6 выставок я должен сделать. Как бы юбилейный год и в разных местах, вот, уже у меня договоренность есть. Хочу, чтобы вот в этот год был урожайным. Потом мы в этом году, все-таки я давно думаю, сделать праздник сирени. У каждого художника есть работа с сиренью. У каждого. Вот мы их выставляем, потом ставим букеты и пишем, и приглашаем зрителей. Всех желающих, может, кто-то, даже не художник, тоже будет писать, если есть желание. И в разных уголках вот этого музея, или там территории, будет стоять букеты сиренью. И будем писать. А потом сделаем, значит, распродажу, если кто хочет купить. И, так сказать, можно и выставку сделать такую. Выставка картин Виктора Багрова в культурно-просветительском центре Добраво продлится до 27 марта. Вход свободный. Ирина Самойлов, Михаил Жучков. День города.